Запатентованный механизм, увеличивается, уменьшается размер. На палец и вот так вот. Вот. Ничего себе, слушайте. Ну вот здесь пружинный механизм. Да, как зачелка на волосы. Здесь гайка крутится в центре сапфир. То есть они сочетают ювелирную работу с такой механикой? Да. Да, да, да. Да, стиль механика. Коллекция называется М1 по названию резьбы. Сама маленькая, здесь М1, резьба использовалась. Поэтому коллекция называется М1. Сапфирчики по бокам и натуральный камень. Сапфирчики с винтиками с дайками. Очень интересно. А это русская коллекция, русский стиль в современном брутальном исполнении. Мне хотелось русскую культуру как-то немножко интерпретировать. Здесь воинственная тематика. Это колесо от телеги, серьги, подвеска и кольцо, которое, кстати, тоже крутится кольцо. С русской ручной росписью. Кольцо от телеги, булава, два варианта и щит. Очень интересно. Отдельное колечко, но не воинственное, но тоже из этой же темы. Матрёшка, в холме матрёшке. Да-да-да. И здесь вот как бы одна в другой с натуральным деревом и ручной росписью. А мужская коллекция покорителей вершин в Запонке. Это в честь трёх самых величественных вершин в мире. Это Килиманджаро, Африка, зелень и солнце с малахитом. Это Эверест, серебро, снег, лёд в серебре с наноситалами. А это Везувий, вулкан, лава, огонь с яшмой. Покорителей вершин можно интерпретировать как тех, кто любит горы, кто сейчас вот как модно на Камчатку куда-то и не только у нас, а везде залезать повыше. Либо карьерный рост покорителей вершин тоже в подарок берут. А вот с пробкой такие интересные, это что за идея была? Идея была использовать декоративные пробки. У всех у них разные декоративные надписи, элементы. Где-то цвет очень такой насыщенный, интересно, красивый. Где-то логотипы. Многие их коллекционируют, собирают, жалко образовать. Но действительно они красивые, все разные. Поэтому пришла такая была бы идея сделать коллекцию с этими пробками. Здесь взята за основу форма бочки от вина. С такими вот обуды от бочки. А вот тоже, то же самое. Это горлышко от бутылки. Прям вот форма верхушка бутылки. А вот это кольцо, это вот эта часть от штопора. Тоже была взята за основу. Можно вставлять свои пробки в память о каких-то важных событиях, приятных, где был выпадый вино. И хочется ставить на память какое-то воспоминание. Вот можно пробку вставить в украшение и потом носить. А для тех, кто вообще разбирается и покупает дорогие вина, иногда вот пробка от такого дорогого вина, она более статусная для тех, кто в курсе, может рассказать о человеке лучше, чем какой-то даже дорогой камень. Потому что бутылки вина могут стоить очень хороших денег. И те, кто в курсе, он сразу понимает, что за пробку у человека. Все правильно. И что человек пьет, что себе может позволить. Спасибо вам большое за презентацию. Очень интересно и красиво. Спасибо. Спасибо.